всем привет сижу и ем свои любимые чипсы с морскими водорослями с кунжутом с миндалем читаю ваши комментарии под прошлым видео где была распаковка не могу при мне прям умиляет так как же так бывает то я сегодня эти чипсы относилась своей подруге но беда и дождаться их не могла раскрыла упаковку начала есть не тачатом несколько штучек съем успокоюсь игру роста не успокоишься лучше гуру я щас уйду 50 прям пакетик раскроет и съешь его прям вот съешь вот прям чтобы тебе прям хорошо стало нет 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 я сейчас прям три штучки съем и все вот пока мы с ней стояли на 3 3 штучки съела так за заделать упаковку уберет стоит 5 минут проходит я сейчас я сейчас остановлюсь игру роста мини мое слово просто сядь спокойненько и насладись я вот просто помню вот это вот ощущение когда я первый раз получила вот эти чипсы я не могла остановиться я прямо съела упаковка когда последний раз руку засовывала и там ничего не было это как как нет как нет а сколько здесь грамм 35 грамм зачем они сделали 35 грамм я очень не поняла этого прикола сейчас тоже конечно же я гораздо спокойнее к этому вкусу отношусь это как это срочно нужно прям сейчас сделать заказ 10 штук у мне такой не нельзя 10 штук только 5 в смысле нельзя опять мне надо 10 что попал 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 а мне пишет нет мы только 5 на можем вот это вот помню вот эти свои ощущения вот такая роза у меня сегодня да и вы пишете ой я еле доела ой я пачку же ем целый год ой а меня прям тошнит от этого запаха мой кому кому чё да какие же мы все таки разные а я прям не могу я прям вообще-то чудо вот какой для меня прям вот прям чудо сочетание вкусов вот не могу прям балдею балдею еще раз балдею и буду дальше продолжать балдеть а у меня к вам снова распаковочка я снова с посылкой уже не такая огромная ну скорее всего здесь просто прям даже ничего не шевелится скорее всего просто очень плотно упаковано все так интересно эти посылки до этого у меня были две посылки я заказывал сберлогистикой сбербанк ходила забирать а эти вот эти сейчас у меня будут две посылки они будут почты россии россия пост доставлены и м.с. тут прям так все написано адрес тут вот откуда чем куда фамилия телефон индекс все прям расписано даже расписано что внутри лежит я сначала подумала что что-то не моя какая-то посылочка можешь мне смотрю вроде все фамилия сходится все сходится тут окажется вот еще даже все написано и получается так что курьер мне здесь доставляет курьер вот с одной стороны очень удобно что он тебе все это принес а с другой стороны вот он мне сегодня 8 утра позвонил я трубку не взяла потому что у меня еще все спали я не хотела разговаривать по телефону он мне пишет сообщал второй раз позвонил я второй раз не взяла трубку но я же не знаю что это курьер думал и вот такой сумасшедший звонит 8 утра кто мне может 8 нормальные люди все напишут вот а я честно говоря что-то даже вылетел из головы у меня что они них курьерская доставка бесплатный курьерская доставка все чеки не кешка пришло прям в тот день когда я был написано и это не пишет сообщение это курьер у нас к вам посылка будете забирать сегодня я напишу да он не пишите адрес потому что он мне дает выбирать типа ну как другой адрес я на него заказываю как постмат вот здесь адрес именно постматов пятерочки у я указываю они понимают потом что это не жилой дом и уже начинает звонить спрашивать я ему там пишу адрес и он мне сегодня сегодня привезу и вот сегодня привезу это как раз вот до обеда потом в обед он звонит и говорит вы дома и грудая долго я сейчас через пять минут воду вот как бы вот так повезло что я вот сегодня была дома и какой раз я кстати собираюсь у него спросить а что будет например если меня не будет дома ну кому-то дома отдадут эту посылку или карту поступить и каждый раз я как-то вот так вот все это происходит вы вы сейчас дома будете сейчас приеду через пять минут я пока до домашнее платье сняла другое дело он уже дзынь-дзынь звонит в домофон и как-то так все дрын-дрын он быстро поднимается живу на третьем этаже он так дрын-дрын я забираю он спрашивает фамилию я каждый раз забываю у него спросить а что будет если меня не будет дома он отдаст кому-то другому посылку или нет вот так что все забываю спросить ну короче служба вот такая с одной стороны очень удобно и кому-то конечно для кого-то конечно очень полезная функция прикольная кому-то прям вообще прям в кайф но нет смотрю здесь прямо этого как все запущено интересно почему так получилось прям валяется у меня по всей посылке прям валяется у меня по всей посылке почему-то одуванчик я вам рассказывала что мы с подругой заказали корни и листья одуванчика сухие чтобы напополам с ней разделить вот у меня сейчас открыла почему-то у меня по всей посылке валяется корни одуванчика интересно ай-яй-яй-яй-яй-яй все поняла здесь просто был острый угол все понятно острый угол был от коробки все поняла острый угол от коробки и он разрезал фольга здесь очень тонкая разрезал пакет и когда ее туда-сюда переворачивали даже самая 10 раз перевернула все все потихонечку просыпалась ну ладно это не страшно это можно пережить хотя надо было конечно фотографировать чтобы они знали что упаковывать так не надо но я потом вот здесь сделать чтоб кадр сфотографирую что так уж что упаковывать так не надо покажу вам как выглядит какой интересный открылая какой интересный запах образовался такой прям вообще своеобразный так тут здорово прям вот все вот такими вот сегментами крупные корни и листья одуванчиков и запах стать волшебные мне вот этот вот чай которых пакетиках вот здесь я вам поставлю он мне очень нравится я кстати сейчас нажму на паузу и заварю его попробуем с вами что это такое мне просто интересно будет она вообще завариваться чайники или его нужно будет в термосе заваривать просто хочется понять потому что тот что мы покупаем в пакетике он прям хорошо заваривается и бокале хорошо заваривается и чашки хорошо заваривается но так как это будет завариваться Мы еще с Розой не знаем, поэтому я сейчас попробую его заварить в этом чайничке. Как раз сниму видео, и будет понятно. Положила на чайник чайную ложку, чтобы посмотреть, какая получится консистенция. Вот так это сейчас выглядит. Все закрою, пусть стоит, заваривается. Пусть стоит, заваривается. Не сказала, 453 грамма здесь от Фронтьер. Я уже все фотографии сделала. Обязательно отправлю все на эфир для того, чтобы даже не для возврата денег. Я всегда пишу, что мне как бы не для возврата денег, потому что я, в принципе, ничего не потеряла. Просто, чтобы обращали внимание. Здесь, я так понимаю, просто эта упаковка была от свечи. Какие свечи последний раз, девчонки, купила? Это просто что-то с чем-то. Просто что-то с чем-то. Хотела сразу заказать, попробовала и ту, и другую. Захотела сразу заказать и ту, и другую. А красненькой сразу не стало в наличии. Сразу ее уже кто-то раскупил. После моего видео. И мне пришлось заказать только зелененькую. Но сейчас уже появилось в наличии. Видимо, пошел из-за того, что все начали нажимать, уведомить меня. Пошел спрос большой. Вот. И сейчас уже в наличии есть и красненькие, и зелененькие, и голубенькие. И все сорта есть. Появились. Я тоже себе обязательно закажу. Потому что свечи. Вот так приходят. Свечи, конечно, вообще сумасшедшие. Вот так выглядит новая свеча. Лавандин, и оранж, и танжерин здесь. Сто процентные, чистые, эссенционные масла здесь. Просто невероятная вот эта свеча. Вот у меня здесь вот эти две штучки. Я их все попробовала. Вот. Вот эту вот попробовала. Она отлично горит и чудесным образом пахнет. Вот так вот она очень сильно пахнет. Прямо в колитном и мятой очень сильно пахнет. Но когда ее зажигаешь, то яркого запаха никакого нет. Да? Красная свеча очень интересная. Тоже своеобразная вообще. Она так пахнет гвоздикой. Вот этой кассией. Очень интересный вообще аромат. Вот так вот она. Видите? Вот так вот горит. И, кстати, я поняла, почему у этой натуральной свечи. Потому что я вам рассказывала, что вот у этих всех свечей, которые я покупала раньше в Икее, у них вот такая вот крышечка. Да? Потому что когда вы зажигаете свечку... Сейчас хочу найти зажигалку. Где-то здесь у меня была зажигалка. Кто-то... Ага, вот. Думаю, кто-то стырил. Вот. Из-за того, что вы их зажигаете, они пахнут типа вкусненько. А потом, когда вы их тушите, вот эта вот гарь, она все портит. И для вот этих вот искусственных свечей, для них придумали такую крышечку. Ты просто накрываешь, из-за потока воздуха она перестает гореть. И вот эта вся гаря, она там остается. Вот. Это понятно, да, почему здесь крышечка. И почему вот здесь вот нет никакой крышечки. Потому что вы ее поджигаете из-за того, что она полностью натуральная. Фитилек у нее натуральный. И вот здесь эта соевая свеча натуральная. Вот она вот так вот горит. А потом, когда вы ее тушите, она пахнет еще вкуснее, даже чем когда горит. И это вообще просто вот неведомое для меня вообще удовольствие. Это просто вот потрясающе. Да, и я обязательно, обязательно, чтобы познакомиться со всеми ароматами. Вот этими я заказала вот, считай, зелененьких. У меня теперь две. Зелененькую, если видите, я чаще использую. Да, она у меня больше так горит. Потому что здесь вот этот вот аромат, вот этот вот танжерин. Лавандин вот этот просто для меня сумасшедший. Я прям вот хочу, чтобы этим запахом пахло всегда. В моей квартире он такой прям какой-то вот и вправду исцеление. Вот это вот исцеление зеленая свеча, а красная свеча это денежный поток. И сейчас у меня вот есть новенькая, есть вот эта, которой я буду пользоваться. И еще я обязательно закажу все цвета, раз уж они появились. И еще одну красненькую обязательно закажу, потому что мне очень нравится вообще. Ощущения просто необыкновенные. Вот так как-нибудь надо сделать, чтобы вам тоже было видно свечечку. Вот. И что у нас дальше с вами? А, и еще заказала я этой же фирмы, посмотрела, думаю, что там у них есть еще интересного, кроме свечей. Я всегда так делаю. Когда мне, например, я для себя какую-то найду новую фирму, и потом мне что-то от этой фирмы понравится, я всегда потом смотрю, что там еще есть, и заказываю для себя то, что мне нужно. И как раз увидела, что у них есть пакистанская, очень интересная розовая соль. Такой большой объем, гималайская розовая соль. Я пользуюсь розовой солью, я ее обожаю вообще. Вот даже вот у меня закончилась розовая соль, которую я обычно покупаю на Ахерб. Я вам вот здесь картинку вставлю, большой пакет. Я покупаю, но мне закончилась. Я не стала покупать в магазине розовую соль, потому что у меня еще есть вот такая вот с трюфелем. Но я ее берегу, она очень дорогая, вот эта вот баночка стоит 500 рублей. И с трюфелем она подходит, конечно же, не для всех блюд, а для таких, для особенных, для горячих таких, которые вот сверху на них, вот, например, там, да, там, ну, что-то горячее должно быть. Посолить нужно здесь, что-то горячее вот этой трюфельной соли, тогда вот трюфель очень хорошо раскрывается. Вот, например, если мне нужно посолить авокадо или помидор, да, то это должна быть просто чистая соль. Я взяла морскую соль, которую я покупаю просто для еды, сейчас я вам покажу. Вот такую вот, я крупную покупаю морскую соль, 4 жизни крупную, это когда варю я, кладу в кастрюлю. И я ее просто перерубила в кофемолке и думаю, пока вот сейчас вот буду ждать розовую соль и попользуюсь ей. Ну, невкусно, конечно, не вариант, вообще не вариант, прям розовая соль, вот кто все-таки оценил ее вкусовые качества, ее достоинства вообще. Это очень нужная штука, осталось только понять, как она здесь открывается. Ага, здесь тоже вот все закрыто там внутри. Здесь получаются такие дырочки, а здесь получается типа ложечкой взять. Вот. Но я думаю, что я, наверное, пересыплю назад вот в эту свою баночку. Чем интересна розовая соль, гималайская, она как-то так подсаливает очень интересный продукт, что ты не чувствуешь, что он соленый, но и не чувствуешь, что он не соленый. А как-то вот как-то подчеркивается просто слегка вкус вот этого продукта, вот благодаря вот этой соли. Потому что если какую-то другую соль взять, да, то ты сразу вот чувствуешь вот соленый продукт, что ты посолила. А гималайская соль, она так как-то, ну, совсем другая. Это нужно же, конечно же, вот пробовать и понимать это. И вот эту вот, не знаю, как она здесь будет удобно, но вот здесь какие-то вот, здесь прям большие дырки, а здесь очень большие дырки. Вот, я надеялась, конечно, на другой вариант. Ну, мне самое главное соль, чтобы была, потому что, по-моему, вот в той соли, которую я беру, вот ту, которую я вам вот здесь оставлю, скриншот, по-моему, там столько же граммов, не помню. Ну, вот здесь вот 425 граммов, а тут вот мы посмотрим с вами, сколько граммов. И мне самое главное просто попробовать было именно от этого производителя соль, и она мне очень понравилась. Небольшое количество микроэлементов, это не просто вкусная соль, да, и подходящая, она еще же очень питательная всеми микро- и макроэлементами. Она очень полезная, именно розовая гималайская соль, она не просто так таких денег стоит. Вот, с солью мы разобрались, все, вытащила из посылки, теперь не пойму, про что говорила, а про что не говорила. Так, с солью разобрались, ладно, вот давайте прокапсулу еще, вот капсулу я еще заказала. Написано, что, вот так смотришь, такой пакетик маленький вроде бы, как будто будет здесь, это, 10 капсул, на самом деле нет. На самом деле нет, капюшечка, ты чего, мальчик мой, чем-то пахнет тут вкусненьким, да? Чем-то вкусненьким пахнет, ты носиком, носиком мысешь, чем вкусненьким пахнет тут для тебя. Давай, мама, вот здесь вот уберешь, тебе и ты залезешь, немножечко погуляешь, давай. Вот такой шляпкий кот, шляпкий кот такой. Вот, такие капсулы я уже брала, только брала другого производителя, по-моему, Соларе, что ли, я брала. Там у меня было 500 штук, здесь написано 300 штук. Эти капсулы я беру для того, чтобы амлу сюда поместить. У меня есть индийский порошок амла, который витамин С натуральный. У меня есть маринга, тоже в порошке, я тоже ее в капсулу, потому что так у меня не получается ее пить, марингу, я ее тоже в капсулу заделаю. И ашваганда у меня тоже есть в порошке, я ее тоже заделаю в капсулу. Короче, вот такие вот тоненькие прозрачные капсулы, сюда вы можете заделать все, что угодно. Вот такие штуки. 300 штук, ну, 300 штук это очень много. Вот, так что мне пригодится. Кто-то вот сюда вот гвоздику заделывает, да, вот у меня, например, гвоздика есть, как она называется, приправа. Вот ее же вы очень редко используете, например, как приправу, да. Можно точно так же в капсулы запаковать и пить ее, как против азитарта. Вообще отличное средство. Короче, вот эти вот капсулы, прям классный размер, мне понравились, такие тоненькие, удобные. Здесь даже печень каких-то, все, чего вы можете сюда положить. Ну, мне кажется, сюда можно все положить. Просто это нужно как-то вот сесть и приловчиться, делать. Это поначалу кажется очень сложно, а потом все нормально, ничего такого особенного. Так, еще у меня здесь вот так вот пришел запакованный хлорофилл новый. Вот, как раз сегодня мне Лизочка спрашивала, говорит, мам, так хочется хлорофилла попить. Я говорю, Лиз, а у нас хлорофилл вот заканчивается, вот прям совсем немножечко там его осталось. Но так как у него уже закончился срок годности, два года он был сроком годности, и два года вот мы его пользовали. Это очень экономичная вещь, очень экономичная вещь. И его не было в наличии, я заказала вот такой хлорофилл тут. Дело вообще, как бы, ерунда, ничего страшного. Я имею в виду, что для меня он, в принципе, весь одинаковый. Единственное, что он есть в таблетках, по-моему, есть в капсулах, есть вот так вот в каплях. Мне просто в каплях с водой очень нравится. Вот здесь у меня был, кстати, мятный, да. Вот здесь вот этот у меня был мятный. А вот этот я уже не помню, он был мятный или нет. Хербал-суплимент написано. Хербал-суплимент, я не помню, что такое. Не знаю, не могу вам сейчас сказать. Здесь напишу, что он был мятный, не мятный. Здесь на 66 порции. Вот здесь получается. Здесь можно было пить три раза в день. От восьми капель до двадцати пяти. Но здесь вы просто сами себе по вкусу. Выбираете вот этот вот мятный. Получается так, что если вы капаете восемь капель, то вы можете выпить три раза в день. Если вы капаете сразу двадцать пять капель, то только один раз в день. Короче, от восьми до двадцати пяти капель вот здесь было. У меня где-то в среднем было так, 10-11. Вот так вот мне нравилось выпивать его. А вот здесь от восемнадцати до тридцати шести. Два раза в день здесь можно пить. Здесь такой как бы считается как концентрат. Вот вообще это очень здоровская вещь. Очень здоровская вещь. Насыщает вообще кровь нашу кислородом. Вот отличная вещь. Вот там у нее, у хлорофилла вообще очень много показаний. Очень много. Вы вот когда перейдете по ссылке, если вам интересно вообще, что такое хлорофилл, он столько делает полезностей для организма. Он и с легкими работает, и насыщает нашу кровь кислородом. И вот, например, я знаю, вот есть такие люди, которые постоянно говорят, например, что воздуха, им как будто бы воздуха не хватает. Вот вам обязательно нужно пить хлорофилл. Вот это вот ощущение того, что вам воздуха не хватает. Кто, например, за лицом своим следит, чтобы лицо было всегда чистое и красивое, это тоже хлорофилл с утра. Кто, например, какой-то бодрости хочет утренней, то это тоже с утра хлорофилл. Для некоторых людей он бодрит даже похлеще. Вот это вот количество того кислорода, которого вдруг как будто бы себя вдохнули. Да, вот для некоторых даже по бодрости, по бодрости даже интереснее, чем... Вроде не мятный. По бодрости даже интереснее, чем кофе. Вот этот хлорофилл. Короче, я беру просто бокал, накапываю туда капли вот эти вот. Трубочка у меня есть. Я перемешиваю трубочку. У меня прям даже... Я сейчас вам покажу. Вот такие два бокала у меня стоят постоянно в шкафу. Я их даже не споласкивала. Они в шкафу стоят. У меня розовая трубочка у Лизы фиолетовая. Наливаете сюда воду, капаете хлорофилл и посредством трубочки выпиваете, потому что не надо, чтобы через зубы проходило. Он же все-таки окрашивает. У него очень большой зеленый пигмент. Вот мало ли там, может быть, там коронки или там еще что-то, чтобы ничего не окрашивалось. Я вот так вот пью хлорофилл. Мне очень нравится вообще. Это чудо-чудное, диво-дивное. Показаний у него много. Я просто знаю, что это очень полезная вещь. Я ее принимаю. Но каждый вот свою полезность в этом продукте, каждый свою полезность найдет. Так, и остался у меня... А, вот еще у меня чего-то для розочки-то осталось. Розочка, какой крем-то пришел? Крем от Анна-Мария Берлинг. Розочка-то заказала у меня. Точно. Я ей тут давала крем. Я когда, помните, распаковку делала из золотого яблока, там, где я покупала духи, и мне дали пробники духов, крем. Один за 6 тысяч, другой за 8. Дали пробники кремов. Я попробовала, но так ничего необычного для меня вообще не было. Я говорю, Роз, хотите пробники кремов? Я ей тебе говорю, и духи отдам, говорю, пробники, потому что они не мои вообще. Вдруг тебе понравится. Я так вот, когда... Если что-то мне не подходит, я все отдаю добрым людям, мне никогда не жалко. Вот. У меня нет такого, что вот я там что-то там складирую на капли. У меня нет. Пусть все вот. Если мне это не нужно, пусть другим людям будет хорошо. Если им хорошо. Я говорю, Господи, не надо тебе. Там, тем более, у нее там и дочь есть, и еще, может быть, какая-то подруга есть. Ну, кому-то подойдет и будет радостно. Вот. Я говорю, хочу тебе дам эти пробники. Один крем за 6 тысяч, другой за 8. Я говорю, ну давай. Вот она их попробовала. Она говорит, нет, блин, Наташа, закажи мне мой крем. Закажи мне мой крем. Мне так нравится мой крем. Я говорю, хорошо. Закажу тебе твой крем. И вот она снова заказала. Крем от Анна Мария Берлинг. Немецкий крем. Стекляшечки. Флюид с керамидами. Это самый лучший крем вообще, какой есть. Такой чудный. Такая консистенция. Такой вообще невесомый. Такой тонкий. Никакусенький аромат. Подходит вообще для любого времени года. Но я-то вот сейчас все больше просто то тонерами пользуюсь. Либо улиточной слизью, то сывороткой с пикногеном. И у меня не так расходуется. Вот у меня еще вот столько, например, у моего осталось. Вот мой крем остался. А у нее, она, видимо, его до такой степени любит, что она его всегда постоянно использует. Поэтому он у нее гораздо быстрее заканчивается. Экоконтроль. Веганский продукт. Германия. Содержит пептиды, церамиды, витамин С, витамин Е. Отличный крем. Все, кто как-то покупает кремы и никак не может с ними подружиться, не нравится им запах, не нравится им консистенция крема, всем советую обратить внимание на этот крем, потому что у этого крема очень много поклонников. Вот у меня все купают, кто попробовал этот крем. Я сама уже не знаю даже, какая у меня. Третья, четвертая какая уже баночка. Я очень люблю крем этот. И очень много людей заказывали этот крем. И я не знаю ни одного человека, которому не понравился этот крем. И если так, я помню, когда я искала в золотом яблоке, думаю, что мне есть золотое яблоко, думаю, может быть через интернет купить духи, что привезли. А в интернет-магазине не было моих духов. И я пока искала свои духи, я там смотрела всякие разные. И вот когда я увидела крем для рук за 14 тысяч и крем для рук за 25, мне вот крем для лица за 4 тысячи вообще просто вот прям вот, когда кто-то говорит, это так дорого, крем за 4 тысячи на весь год для лица. Для меня теперь это вообще самая приемлемая сумма. Какая только есть на земле. Прям дастишь, фантастишь. Германия, стекляшечка, дозатор, запах, консистенция. Прям вот, если бы я, наверное, сделала такой крем, то он бы, наверное, 40 тысяч у меня стоил. Вот не меньше. А так всего лишь за 4, да. Для всех остальных за 4. И вот такие, наконец-таки, купила электролиты. Прям вот, прям дождаться их не могла электролиты, потому что прям устала без них. Дело в том, что сейчас очень жарко. Да, мы очень много пьем, очень много потеем. А если я, например, бегаю, то я еще больше потею и еще больше хочу пить. И, короче, суть в том, что, чтобы так много не пить, вот здесь, например, один пакетик, чтобы восстанавливался, как он правильно называется, этот обмен внутри, вот один стакан с пакетиком вот этих электролитов, он равняется трем бутылкам воды. У меня так получается, например, что я вот прям хочу пить и не могу напиться. И это же, ну, тоже нехорошо, вот что, как бы, пить воду это хорошо, но чрезмерное потребление в этом же тоже нет ничего хорошего. Тем более я бегаю вечером, в баню хожу тоже вечером. А в бане прям вообще, вот прям я в бане выпиваю столько воды, домой прихожу, и такие моменты вообще это именно, ну, больше для спортсменов придумано, но вот с такой жарой это любому человеку вообще нужно. Единственное, в чем проблема, что здесь вот этих вот уже электролитов, я так хотела заказать еще, их сейчас вообще никаких нет в наличии, все раскуплено, потому что все давным-давно знают, что для, когда вот такая вот жара, что даже не то, что спортсменам, любому обычному человеку, чтобы чувствовать себя отлично и хорошо, ему нужны электролиты, конечно же, конечно же, пополнять себя электролитами. Вот, так что я заказала другие, я заказала еще всякие разные электролиты, потому что лето еще долгое, чтобы электролиты были, как-то я упустила этот момент про электролиты, и уже когда чухнула, когда до мне дошло, но я просто из-за того, что у меня есть магнезиум, ой, нет, не магнезиум, цитрат, что мне, потасим цитрат, у меня есть, я так не сильно как бы про это заморачивалась, но тем не менее, вот здесь вот получается сколько пакетов, 45 калорий на один пакет, а пакетов всего лишь 10 штук, ну, в принципе, как бы ни о чем, конечно же, да, в принципе, как бы ни о чем, здесь типа без сои, типа без ГМО, полностью веганский продукт, gluten-free, modern USA, и такой здесь, короче, таблица Менделеева здесь внутри, вот, ну, печально, печально, здесь прям так нарисовано, прям все прям, если у вас там, чтобы не было, ну, так вот такая картинка интересная, это, да, все как вот, чтобы не было проблем с сердцем, чтобы мускулатура быстрее восстанавливалась, восстанавливалась, чтобы мозги не закипали, чтобы мозги не болели, и чтобы никакие звездочки в глазах у вас, звездочек в глазах не было, короче, я сейчас видео сниму, пойду, похожу, пойду побегаю, и, наконец-таки, приму свою дозу электролита, вот, все будет чудесно, все будет тип-топ, вот, такая у меня сегодня была, вообще, чудо, чудо-чудная, диво-дивная покупка, очень рада я, что все пришло в ценности и сохранности, небольшой, конечно же, вот такой, ой, если вы только чувствовали, как, как она пахнет, и что самое главное, вот, натуральной свечу, ее прям вот, прям хочется вдыхать, ее прям хочется вдыхать, и наслаждаться, прям вот, я когда вот смотрю на свечу, я всегда прошу у нее, чтобы она сожгла, сожгла вообще все плохое, все, что есть в моих глазах, моем дыхании, все, все плохие слова, сказанные в мой адрес, все плохие действия, направленные в мой адрес, я сначала всегда прошу пламя свечи, а вообще, очистить от всего негативного меня, да, я смотрю на пламя свечи, я вдыхаю, вдыхаю тепло свечи, выдыхаю, прошу очистить, вообще, вот именно силой огня, очистить себя, и уже после, когда я проделываю это несколько раз, я прошу пламя огня, просто для того, прошу помощи, силы огня, такой же вот мощи, яркости для себя, заряды, вот именно огненного тепла, всем, чтобы вот именно огонь меня наделил, вот этой вот огненной энергией, да, мне вот, вот эти все ритуалы очень близки, очень приятные, и я хочу вместе с ними жить, и вот эти вот два аромата, я не знаю, как выглядят все остальные ароматы, но вот эти два аромата, они просто, просто вот восхитили меня, прям до глубины души, прям, я вот, не останавливаясь бы, вот у меня вот эта вот свеча, конечно же, горела, чай вот такого вот немножечко цвета стал, но времени еще прошло мало, в принципе, заварки, я не думаю, что, ну, даже чувствуя по этому, по горячести чайника, чай еще не заварился, еще нужно ему время, мы с вами еще тогда, я вот сейчас вот так вот налью, залю, но я думаю, что он будет завариваться, в заварнике, они будут завариваться в заварнике, и мы его будем заваривать, в термосе, кружки, я очень хочу, чтобы он заваривался в чайнике, потому что я обожаю вообще одуванчик, вот он весь вниз упал, но он еще очень горячий, я так подразумеваю, что он будет завариваться, точно так же, как лемонграсс, долго, верно, причем его уже можно пить, не обязательно горячим, вот, это такой просто вот, растительный, очень полезный чай, поэтому, подождем, я думаю, что все будет хорошо, все, девочки, красавицы, давайте, до новых встреч, не скучайте без меня, пишите, как вы там, как вы живете с электролитами, или без, чем вы спасаетесь, такую жару, чтобы чувствовать себя хорошо, обязательно мне напишите, поделитесь своими секретами, советами, потому что я с вами делюсь, и жду от вас тоже, хотя бы небольшой взаимности, все, пока-пока, Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok,